О том, как пережить весну аллергикам, мы поговорим с главным аллергологом области Ириной Ермаковой. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам. Ирина Николаевна, вот вы сейчас смотрели сюжет, сказали, что не согласны вы с какими-то пожеланиями травницы, то есть какие-то травы нельзя использовать аллергикой все-таки. Ну, здесь нужно описать и нас с осторожностью. Если есть полиноз у пациентов, то употребление трав и как раз медовой продукции, там, умею или еще что-то входящее, может, наоборот, вызвать аллергические реакции. То есть в этой ситуации мы, наоборот, полинозникам проговариваем, что ни в коем случае БАДы, отвары травяные нельзя ни в коем случае употреблять. То есть это только согласовывать с аллергологом, с лечащим врачом. Кто такие полинозники, да, правильно говорю? Да. Полин – это вообще латынское слово «пыльца», и отсюда у нас пошло название полиноз. Полинозом у нас, да, вот и в Кировской области страдает где-то до 10-20% пациентов. Это идет, когда аллергическая реакция в виде проявления аллергического ренита, конъюнктивита, чихания, насморка, бежит из носа, кто-то приступы у души провоцируются. И возникает это именно в период светения. Ну, то есть самолечением лучше не заниматься. А вот, скажем, мы сегодня проводили в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» опрос, и спрашивали все-таки весной, бывает аллергия или не бывает. Из проголосовавших у 92% не бывает аллергии. Все-таки есть проценты, у кого аллергия наступает. И вот как распределяется, почему у кого-то есть аллергия, а у кого-то нет? С чем это связано? Ну, здесь в первую очередь мы всегда отмечаем, например, даже предупреждаем наших терапевтов, лороврачей, когда к ним пациенты, категория каких-то пациентов регулярно приходит в весенний период и жалуется на явление риноконъюктивита, бронхоспазма, слезотечения, которые даже протекают без температуры, и особенно в жаркую погоду, уже когда начинает припекать солнышко, и регулярно в течение 2-3 лет почти в одно и то же время они обращаются к докторам, то есть у этой категории мы можем заподозрить именно аллергию весеннюю. То есть они думают, что они простыли, да, идут к терапевту? Некоторые даже говорят, у нас открыты форточки, мы ездим и начинаем открывать в машине тоже окно, кондиционеры, то есть простываем, но получается, когда анализируем, именно закономерность, что почти в одно и то же время у пациентов возникают эти симптомы. Скажите, пожалуйста, вот как еще можно распознать аллергию? То есть это вот насморк, да, обильные там слезотечения из глаз слезы, что еще? Вот как сам человек может понять, что у него аллергия? Ну, начинается у некоторых чихание, слабость какая-то, недомогание, то есть обильное течение из носа, или наоборот, у некоторых категорий это заложенность носа, то есть не может пациент продохнуть. И поэтому у кого-то даже приступы усиления астматиков, усиление приступов удушья именно вот в этот период, то есть тогда мы можем заподорствовать именно аллергические реакции. А скажите, бывает такое, что не было аллергии, а потом вдруг появилось? Ну, чаще всего все равно она нарастает, то есть идет, с каким-то временем развивается, и особенно опасно нелеченные аллергические реакции могут приводить к осложнениям. То есть это и атиты, это какие-то гнойные воспаления, например, если слезотечения, пациент часто трет глаза, то приводит к гнойному конъюнктивиту. Ну, то есть это с детства или это во взрослом возрасте может появиться? Проявление аллергических реакций у нас иногда идет с детства, с детского возраста, когда заведомо у ребенка, мамы и папы аллергики или кто-то страдает. А чаще уже во взрослом состоянии проявление идет от 20 до 40 лет. Понятно. А скажите, как избежать каких-то осложнений, что нужно делать? Ну, в первую очередь, конечно, обращаться к специалисту. То есть здесь мы уже проводим тесты, кожное аллерготестирование. И уже каждому пациенту индивидуально подбираем лечение. То есть когда выявляем какую-то аллергию, то в зависимости, были слабые пробы или сильные положительные пробы, уже в зависимости от этого, или медикаментозную терапию. То есть она может в виде таблеток, может в виде каких-то ингаляторов. А если аллергия сильная, то есть проявление, то мы назначаем аллерген-специфическую иммунотерапию. Что лучше все-таки, профилактика или дождаться и потом вылечить? Конечно, профилактика. Мы всегда за профилактику. А если у человека не было каких-то до этого, например, нужно что-то пить специально, чтобы не возникла аллергия? Нет, конечно, если жалоб никаких не было на аллергию, специально принимать ничего не надо. А много у нас аллергиков в регионе? Ну, где-то, я говорю, наверное, 10-20%. От общего, да? От общего заболевания. Их становится больше или нет? К сожалению, становится больше. Еще и в плане того, что хорошо работает диагностика, выявляемость. И, конечно, зависит от экологии тоже. А скажите, насколько правдивы тесты? Вот я знаю, например, у меня знакомым делали как раз вот такой тест, да? И результат показал там аллергия на что-то волос, там лошади, вот что-то такое. Она говорит, я не соприкасаюсь, например, с лошадями. Почему вот тест выявляет так? Ну, во-первых, самые лучшие тесты, это, конечно, проведение кожных тестов. Потому что даже когда к нам приходят после обследования по инвитро, по специфическим иммуноглобулинам, Е и G приносят показатели, то мы всегда все равно перепроверяем и смотрим внутри кожного, чтобы подобрать именно лечение. Достоверность вот инвитровских тестов, то есть они где-то 30-40%. Кожных тестов 96-98%. Спасибо, что пришли, ответили сегодня на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях была Ирина Ермакова, главный аллерголог области. Спасибо, мы продолжаем.